Почему-то ей ярко запомнилось, говорит, подъехала, они стояли в доме, в разрушенном, ну, заняли позицию свою. И подъехала машина, кругом, говорит, бомбёжка, ужас. И эта машина ни туда, ни сюда, а это на площади там какой-то центральной. И падает авиабомба прямо на эту площадь. О событиях Сталинградской битвы Маргарита Сацевич говорит с трудом, сдерживая слёзы. Когда-то мама, Александра Никифоровна Кушнирова, рассказывала ей о том, как непросто приходилось на войне. Как проходила жизнь под постоянными бомбёжками и обстрелами. В свои 20 с небольшим Александра Никифоровна, первая красавица, оставила близких, чтобы помогать военным спасать родной город. Город Сталинград. Пошла в санслужбу. На своих хрупких девичьих плечах выносила с поля боя раненых. Вот это слово «подвиг», они заключаются вот такие, как они. Пехота по праву – подвиг. Как сказать, лётчики по праву – подвиг. Там все были в подвиге. Но в основном я так вот считаю, что вот эти девочки, которые... Пришлось им на их долю вот этого всего страха, вот этого всего горя, слёз, крови – всё это на них. Потому что они непосредственно в этом участвовали. Сегодня в доме Александры Никифоровны настоящий праздник. В гости к ней пришли представители городского районного совета ветеранов, депутатского корпуса в лице Натальи Ильницкой, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Лагуна». Для Александры Никифоровны этот визит по-настоящему важен. Она чувствует и понимает, о ней заботятся, о ней помнят. Приятным подтверждением тому стали памятные подарки. Очень приятно, что эту встречу организовала совет ветеранов города, московского района. Мне всегда, я с удовольствием участвую в таких встречах. Я считаю, что ветераны для нас очень много сделали. И мы вот хоть так можем уделить им какое-то внимание со стороны власти. В этом году Александре Никифоровне исполнится 96 лет, создав крепкую, надежную семью. Воспитав троих дочерей, внуков, она точно знает и понимает. Главное для нас – это мир, а с остальным мы точно справимся. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербант, Луговкин, селекомпания «Бук-ТВ».